Я всех вас приветствую! Мои дорогие друзья и зрители, сегодня мы с вами коснемся такой темы, которая касается каждого из нас. Наша задача с вами успеть разобраться в течение жизни и узнать в каком именно месте мы с вами живем и конечно же что представляет из себя наша земля. Итак, мы вернемся к литературе, а точнее к одному изданию, которое называется «Вестник знания» от 1928 года выпуска. Буквально прошло почти 100 лет, но информация, которая касается каждого из нас и в наши дни. А если мы начнем опускаться немножко ниже и просматривать все данные, то мы увидим лицо, возможно это профиль Льва Николаевича Толстого. Я точно не знаю, мы всю книгу перечитывать не будем, а лишь акцентируем внимание на самом главном. Есть абзац, который удивил меня до глубины души, так же как и вас, я думаю, сейчас. Прислал мне все это мой зритель и прошу вас отнестись к этому очень серьезно, а самое главное внимательно. Всю эту книгу я оставлю в ссылке под этим видеороликом, вы можете сами почитать ее, скачать и узнаете много правды о нашей земле. Здесь есть множество различных глав, рассказывающих о Вселенной, о небесных объектах, например, крупные небесные гости, говорит о комете или возможно тех самых НЛО, и тогда их очень активно фиксировали. Но наш абзац будет немножко ниже и касается конкретно устройства нашего мира. Итак, мы с вами начнем читать и вдумываться в каждое слово. Страничка 804 называется абзац «История вопроса». В настоящее время ни один ученый не назовет Землю шаром. Первое предложение уже вводит меня в ступор в некоторый. То есть, сто лет назад считали все ученые, что, конечно же, Земля точно не шар, вы понимаете? То есть, буквально за сто лет нам поменяли все мировоззрение и внушили, что она действительно шар. Хотя сто лет назад, возможно, над нами бы посмеялись. Изучаем дальше. Путем точных измерений земной поверхности ученые открыли, что меридианы и параллели, и даже экватор отнюдь не являются кругами. Теперь Землю не считают ни шаром, ни сплющенным сфероидом. Ее называют геоидом или сферическим телом особой формы. Вы понимаете, ну точно не шары, не круглый объект, а какая-то сфера или геоид. Опять, что это за конструкция, мы сейчас узнаем, но самое главное нас ждет впереди. Однако в этой, казалось бы, решенной области до сих пор встречаются новые отступления и толкования, которую любопытно будет рассмотреть в связи с общей эволюцией взглядов человека на форму обитаемой им планеты. Землю первоначально считали огромной плоскостью, поддерживающей небо. Впоследствии, когда люди начали исследовать ее в разных направлениях, на кораблях, у них возникло представление о земле, плавающей в безбрежном мировом океане. Это рисунок номер один. Вот он такой. Можем внимательно его рассмотреть. Какой-то огромный мировой океан. И земля, конечно, не в круглой форме, а такой хаотичной, я бы сказал, больше похожей на горы. Но вот она, земля в огромнейшем мировом океане. И рядом могут быть и другие земли. Это лишь первая из гипотез. Мы читаем дальше. Отсюда родилось понятие о земле, как плавающем диске, пускающем от себя корни вниз в глубины мирового океана. Это рисунок номер два. Вот, пожалуйста, вам. Уже плоская, дискообразная земля, но держалась она на определенных корнях, которыми упиралась в дно мирового океана. Очень интересная такая картина, о которой я даже, в принципе, не представлял раньше. На других древних изображениях земля представляется в виде огромной плоскости, поддерживаемой столбами. Рисунок номер три. Вот вам огромная плоскость. В любом случае всегда землю считали плоскостью. Но здесь она упирается, а точнее опирается на столбы. Но на чем же держались эти 12 гигантских столбов? Древняя религия отвечала устами жрецов, что эти столбы поддерживаются жертвоприношениями праведников, без которых земля перевернулась бы. Но скажу сразу, что это самое жестокое знание о земле, по крайней мере для меня, потому что в жертву приносили почему-то не каких-то плохих людей или там злых, а именно праведников, вы понимаете. Их умертвляли, чтобы сделать так, и наша земля продолжала как бы жить и не перевернулась. Просто безумие какое-то. Но в любом случае форма земли всегда была плоскостью. Изучаем дальше. Анаксимандр, грек, живущий в VI веке до Рождества Христова, то есть примерно 2600 лет назад, определил, что земля имеет цилиндрическую форму диаметром в три раза превосходящим ее высоту. Рисунок номер четыре. Тут говорится о том, что опять земля полностью плоская. Написано Ливия, Азия, Европа. Но это, видимо, Средиземное море. Пусть познание, конечно, о других материках, может быть, они еще и не знали. Опять же, это диск, но уже огромный. То есть вы видите, снизу целый цилиндр. Этот цилиндр плавает в центре небесного свода, обитаемая только верхняя поверхность. Северную половину, которая составляет Европа, а южную – Либия или Африка и Азия. То есть Либией называли именно Африку. Опять же, плавает она, как здесь написано, в центре небесного свода. Где-то здесь еще должен быть небесный купол, вы понимаете, он же свод. Несколько позже Платон изобрел свою кубическую землю. Рисунок номер пять. Мы сейчас его посмотрим внимательно. Считаю, что это шестигранный куб, как самая совершенная форма и должен быть прообразом обиталища человека. Вот, кстати, могу вам сказать, что земля в форме куба или гиперкуба вполне возможна. У нее абсолютно плоские грани, и там может держаться вода. Также есть разные земли и территории, но, видите, над этим кубом тоже есть звездное небо. И сам купол, вот такая сфера круглая. Но живем мы именно как бы на кубике Рубике, вы представляете? Скажу вам больше, что концепция вот именно такой формы земли лично мне очень близка. Представьте, что мы живем на одной из граней вот этого гиперкуба. Кто-то может вполне легко менять вот эти реальности и пространство. Мы уже с вами просто-напросто не просто оказываемся в другом измерении, но и в какой-то другой действительно реальности. Может быть так, что люди, похожие на нас, живут где-то, допустим, вот на этой центральной грани. Такие же люди живут и вот здесь. Не просто такие же, а наши копии. Может быть, и здесь живут люди, и здесь. Но, скажем, в этом гиперкубе есть тоже определенная сфера, может быть, звездное небо. Мы не можем увидеть его, потому что мы находимся просто, ну, где-то в самом-самом низу вот одной из этих граней. Мы слишком маленькие люди, но по факту, видите, нас могут перемешивать в одно мгновение и менять нашу вот эту реальность. Рассмотрите, пожалуйста, очень серьезный вариант земли, куба, гиперкуба. Об этом также говорит и Андрей Тюняев. Многие люди на земле думают, что именно жизнь на земле возможна вот в таком пространстве. Также вода не будет стекать. Если мы заполним водой любую из этих граней, она не вытечет, вы понимаете? И будет всегда прижата внутри вот этих граней. Единственное по воде может быть вопрос, как она держится на боковых гранях, что ее придавливает. Мы не знаем, на самом деле, до конца всех свойств воды в нашем мире, но, скажем, понимаем одно, что она принимает форму того места или тела, в которое погружается. Любая чаша или емкость полностью зальется водой. И уровень воды будет везде одинаковый, вы понимаете? Очень интересная версия. Рассматривайте ее, пожалуйста, вместе со мной. И чаще собирайте кубик-рубик. Если у вас есть возможность, то хотя бы просто крутите его. Я, кстати, умею собирать кубик-рубик, ну, скажем так, достаточно легко. Теперь мы переходим к следующему абзацу и узнаем подробности. Гораздо раньше, чем западный мир начал склоняться к сферической форме Земли, Древний Восток создал представление о земном шаре с высокими горами на севере и юге. Рисунок номер шесть. Здесь мы можем очень хорошо увидеть, что все-таки земля или плоскость, или шар, но, возможно, все-таки плоскость. На юге, вот здесь вот снизу и на севере стоит гора. Как я понимаю, это та самая гора мира, по крайней мере, на севере должна существовать. Давайте читать дальше. Мировую гору мы встречаем под разными названиями во всех древнейших индусских космологиях. На северном полюсе Земли рисунок номер семь. Она соединяет Землю с небом и является осью, вокруг которой вращаются небесные тела. Вот так она выглядит. Опять она находится в таком месте, где снизу есть вода, потом темное небо и облака. Все-таки я считаю, помимо того, что на севере есть вот это отверстие внутрь Земли, но и какие-то горы или действительно та самая гора мира, которая, скажем, и ведет куда-то к богам, может быть, наверх над землей. Но мы ее увидеть не можем, потому что от нас ее тщательно скрывают и просто-напросто не пускают далеко на север обычных людей. По позднейшим индусским, а также халдейским представлениям Земля имеет вид огромной раковины. Рисунок номер восемь. Здесь уже мы четко видим знакомую картину. Земля такая полусфера, стоит на четырех или на пяти слонах, как мы здесь видим, и слоны уже упираются, или точнее опираются своими ногами на гигантскую черепаху. Изучаем дальше. Индусы изображали эту кругообразную раковину, опирающуюся на четырех слонов, символизирующих четыре стихии или четыре ветра. Подножием для этих слонов служила исполинская, то есть гигантская черепаха, олицетворяющая собой силу, выносливость, терпение, творчество или даже вечность. Опять же, но эта концепция мира всем знакома, в ней есть какой-то глубочайший смысл, и я не думаю, что наши предки сильно ошибались. Другим очень древним изображением Земли, но достигшим западного мира только 15 столетий тому назад, ну, значит, 1500 лет назад, было мировое яйцо, плавающее в эфире, иногда на боку, иногда стоя. Рисунок номер 9. Земля в форме яйца очень дорогого стоит. Давайте посмотрим, как она выглядела. Вот он, девятый рисунок. Мы видим четко, что есть вода. Сверху то ли купол или какие-то облака, вы видите, такие кругленькие, как барашки или что-то, пузыри, возможно. И действительно, форма яйца написан, город Иерусалим, стоит крест, и здесь Палестун, Палестина. Не Палестун, Палестина, Иерусалим. В принципе, Иерусалим всегда принадлежал Палестине, именно, чтобы вы понимали. Ну, буквально там, после Второй мировой войны, 1940-е годы, стал или появился на земле Израиль. Опять, чтобы яйцо удержалось в воде, нужно, скажем, ухитриться, и это сделать достаточно сложно. Сейчас я покажу вам все наглядно. Итак, друзья, чтобы представить землю в форме яйца, возьму два яичка, одно для подстраховки, а то может так получиться, что одно яйцо утонет, второе нет, есть кастрюлька с водой, водичка чуть-чуть теплая, и давайте пробовать опускать яйцо, сможет ли яйцо удержаться на поверхности воды, как нам описывали древние люди. Оп, одно яичко точно не удержалось, но, может быть, есть какое-то фантастическое яичко. Давайте попробуем еще одно. И второе упало, то есть получается, точнее, провалилось на самое дно кастрюли, что, чтобы земля была, скажем, и как бы по форме напоминающей яйцо, она должна иметь определенную плавучесть. В принципе, яйцо не погружается, знаете, прям так сильно на дно, как камнем. У него, у яичка, есть такой момент, как будто бы поплавочек. Опять же, мы не знаем, из чего точно состоит земля, и такой вариант, что земля, скажем, напоминает форму яйца, наполовину погруженную в воду, тоже нужно учитывать. Но в данном случае эксперимент показывает, если бы она была все-таки такой, то, скорее всего, бы она утонула и погрузилась на дно мирового океана. Вот такую концепцию мы с вами изучили. Двинемся к прочтению следующей информации. Что же еще могла из себя представлять земля и какая она на самом деле? Эрдизи, арабский географ, 11 века по Рождеству Христову, то есть примерно 1100 год, как они нам говорят, считал, что это яйцо наполовину погружено в воду, то есть неизвестное полушарие затоплено. Еще раз могу вам сказать, что мы проверили такую гипотезу и настоящее, по крайней мере, куриное яйцо, точно погружается под воду и не может свободно плыть на поверхности. Ученый Бит в 8 веке объясняет это изображение следующим образом. Земля – это элемент, помещенный в центре Вселенной, как желток в середине яйца. Ее окружает вода, подобно белку, окружающему желток внутри яйца. Далее находится воздух, наподобие пленки самого яйца. Все это замыкается огнем, как яйцо с корлупой. Здесь меня, конечно, очень удивило понятие «замыкается огнем». Получается в их представлении вокруг нас какое-то пламя огня или плазмы, через которое мы не можем выбраться. Но теория тоже очень интересна, по моему мнению. Птоломей во II веке, как я понимаю, уже нашего лета исчисления, то есть буквально через 200 лет или через 100 от Рождества Христова, чертил карты Земли, придавая ей своеобразную форму. Рисунок 10. Давайте же посмотрим, что это была за Земля на рисунке номер 10. Здесь уже что-то знакомое и похоже, где-то мы это видели. Похоже даже немножко на шар, но без верхних окружностей и полюсов. Здесь нам нужно будет, знаете, что попробовать увеличить и более внимательно рассмотреть этот рисунок, потому что на нем показаны надписи. Итак, вот максимальное увеличение все, что можно было рассмотреть. Здесь уже четко виден почти, что наш современный мир. Но как они могли все это знать с учетом того, что Колумб еще 1500 лет даже не открыл настоящей Америки, как нам рассказывают. Самое главное почитать слова, которые мы можем здесь увидеть. Азия опять. Здесь неразборчиво. Ров какой-то. К. Ров. Внизу тоже буква Лу, если русский ШСВ. Ну что-то такое непонятное. Ну, должна быть здесь вроде бы Африка. И вот здесь вот Азия. А здесь, наверное, Европа. Все-таки Европа получается. Африка. Но есть и другие, видите, континенты или земли уже подрисованы тогда почти две тысячи лет назад. И вот где Австралия почти что. Название звучит так. Мундос Ноус. Или что-то Мундос Ноу. Что это за земля? Очень интересно. И откуда они могли знать. По большому счету, здесь уже что-то напоминающее шар, но без верхних и нижних частей. Узнаем, что написано дальше. Апиан в 1520 году начертил свою знаменитую карту сердца образной земли, придерживаясь возродившегося в середине века древнего представления о том, что земля – это сердце Бога. Вы понимаете, какие глубочайшие слова здесь заложены. Давайте же внимательно рассмотрим этот рисунок. Вот, 11-й. Буквально все так и показано, что это определенное сердце. Там, где Антарктида, вы видите, и, можно сказать, расположена какая-то гора или край земли. Здесь, на севере, есть отверстие, то самое, которое мы часто видим, когда нам показывают съемки из космоса, может быть, из-за секреченной или фотографии, но там конкретно в облаках есть какое-то отверстие. Видны различные материки. Здесь вот, смотрите, Азия, Африка опять, Европа, по большому счету, все, что нас окружает. И дальше уже открыта Америка. Видите, на заднем фоне видна. Внизу, где Антарктида, какая-то гора или возвышенность, и все представляет собой вот своеобразное сердце Бога. Очень интересная концепция. Я никогда раньше вот именно такой формы земли себе не представлял, но меня она сильно заинтересовала. Читаем дальше. Сердцеобразная карта земли имеет отдаленное сходство с землей Колумба. Рисунок 12. Тут Янт сразу же задумался. То есть, Христофор Колумб, когда открыл Америку и плавал через моря и океаны, нарисовал свою землю, которую он увидел. Вот он, 12-й рисунок. Здесь, конечно, что-то похожее на шар, но по факту это как будто бы груша. И от земли исходит какое-то ответвление или проход, вы понимаете. Тоже очень интересная концепция. И ее нарисовал сам Колумб. И показал он это в своих письмах. Колумб думал, что земля по своей форме походит на почти что круглую грушу. Именно грушу, а не просто шар. То есть, есть какая-то выпуклость, которую мы не замечаем почему-то. Но, думаю, действительно, что-то существует на нашей поверхности. И даже когда пролетают все эти космические станции, нам не показывают эти кусочки. Что-то, во-первых, выше земли существует, как гора или вот такое ответвление, и проход внутрь земли. Затем, похоже, земля была изображена у Данте. Земля Данте – рисунок 13. 13-й, описанная столетием раньше, то есть еще в 1400-х годах, может быть, 1300-х годах, имела свою гору. И гора называлась Чистилище. Видите, многоступенчатая гора. Очень напоминает и Египетскую пирамиду. Вот она так поднимается. Находилась она на 30 градусов слишком ниже экватора. Вот середина земли, как бы здесь кругло рисуется. И внизу почему-то город Иерусалим или Сион в точности соответствовала ей на противоположной стороне. По большому счету, Иерусалим находился вот здесь. И гора, если бы это относилось к Иерусалиму, находилась бы с этой стороны. Здесь что-то было совсем другое и таинственное. Здесь мы видим воскресающие пережитые гораздо более древние идеи мировых гор, которые в божественной комедии Данте переместились с полюсов к северу-западу и юго-востоку. В общем, вот такую картину здесь рисуют. Изучаем дальше. В Сен-Луи, это Европа, в 1819 году Симес наметил первые детали известной теории концентрических сфер Симеса. Рисунок номер 14. Давайте взглянем на него, чтобы понять. Вот таким образом уже выглядит земля, концентрические сферы. По большому счету опять нам показывают шар. Но здесь самое главное, что мы видим огромное отверстие вот здесь вот над Северным полюсом. Вы понимаете? Все об этом говорят и даже буквально 200 лет назад так думали. Согласно теории Симеса, Земля и все звезды состоят из множества более или менее плотных концентрических сфер с отверстиями у полюсов. Каждая сфера отделена от соседней пространством, наполненным эластичными воздушными флюидами. Рисунок пятнадцатый. Давайте же рассмотрим его очень внимательно. Получается, что вот этот рисунок плавно переходит в следующий. И можно сказать, что мы по факту живем даже внутри полой земли. Видите, в центре изображено солнышко. Также есть определенные флюиды. Наш воздух, как мы знаем, не просто воздух. Он может производить запахи. И иногда словом флюиды подменяются понятия женские, мужские флюиды. Как будто бы притяжение какое-то. И такой воздух находится внутри полой земли. Вы видите, хотелось бы, кстати, увеличить эту картинку, потому что здесь показаны еще определенные расстояния. Давайте сделаем это. Если мы все увеличиваем по максимуму, то здесь четко видно 2900, 2900. И толщина самой земли 100. 100 только, я не знаю, километров, или может быть, скорее всего, английская единица измерения. Написано «Линегрупп». В общем, видимо, земля. Вот такая толщина. И в самой середине изображено солнышко. Здесь что-то похоже на нору. Может быть, вход, выход. В любом случае, люди могут жить, скорее всего, вот здесь, на внутренней части земли. Или же снаружи, как показано на предыдущем рисунке. Но все это такая сфера, и внутри пустота. Вы видите? И ведь эти люди были мудрецами, учеными, и почему-то они все так представляли нашу землю. Изучаем дальше. Давайте же почитаем об еще одной концепции нашего мира. Она лично меня очень сильно привлекает. В недавнее время некий ученый Море предложил еще более парадоксальную теорию, по которой земля имеет форму трехгранной пирамиды. Опять же, если некий ученый в недавнее время, значит, скорее всего, ну, может быть, сто лет назад человек тоже посчитал, что земля может быть как пирамида. И я, кстати, делал об этом отдельный видеоролик. Кому-то, если будет интересно, то я оставлю ссылку. В конце этого видео вы можете увидеть ее. Давайте же посмотрим и эту землю, как она могла выглядеть на самом деле. Вот ее предположение на шестнадцатом рисунке. Так она выглядит. Вы не знаете, что это напоминает еще больше всего? Пирамидальное Эннело. Посмотрите. Часто видны они в небе, в том числе и над Кремлем, что-то похожее пролетало. Вдалеке, наверное, луна, потому что здесь справа видна темная часть, левый месяц такой освещается. И вроде бы такая дымка из облаков или пелена. Но вот она земля, как пирамиды. Здесь даже видны, наверное, моря, океаны. Вот это суша. То есть самолет ведь может лететь, лететь, и потом незаметно для нас уже перемещаться на другую грань пирамиды. А мы этого не знаем. Вы понимаете, в чем смысл? Глубочайший. И таким образом водопады, реки, все перетекает именно в пирамиде. Очень интересный вариант. Я вполне серьезно его рассматриваю. Тем более пирамиды были везде во все времена. И, возможно, это и были наши скрытые послания для будущих поколений, что так выглядит земля. Даже на долларовые купюры в Египте, в Китае, даже в России везде есть эти пирамиды. Вот, возможно, самая главная разгадка того, как выглядит наша земля. Для интереса я покажу вам несколько своих пирамид, которые есть у меня. Ну, скажем, это небольшие сувенирчики. Опять же, выглядит все очень и очень интересно. И прошу вас, высказывайте свое мнение. Как вы считаете, какой все-таки именно форма наша земля? Что больше всего подходит для каждого из вас? Это шар, плоскость, квадратная земля, а, возможно, пирамида. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Я очень этого жду. И хочется, чтобы мы все, читая вот эти комментарии, и получая знания, делились ими друг с другом. На этом буду говорить вам до свидания. До новых встреч. Мы скоро увидимся. Поехали. Пока. И бум. Субтитры сделал DimaTorzok